В преддверии Нового года мне хотелось бы сделать особенный праздничный выпуск про мою поездку в очень красивый скандинавский город, Стокгольм. Так что везти его будет Дед Мороз. Сегодня в выпуске мы узнаем, что представляет собой рождественский круиз в Стокгольм с настоящим шведским столом, а также погуляем по зимнему Стокгольму, заодно зайдя в одно из самых красивых в мире метро. Начинаем! Заходим! На входе нас встречает Дед Мороз, к сожалению, без подарков, но зато с конфетами. Этот корабль представляет собой паром, который может вместить 2800 пассажиров в свои 927 кают. А теперь давайте я вам покажу свой номер. Открывается он с помощью вот такой вот карточки, которая является билетом. И здесь есть первая кровать, вторая кровать, третья кровать, ну и четвертая это диван, который также можно превратить в кровать. А здесь у нас есть туалет, душ, раковина и очень большое зеркало. Ну и как вы уже возможно могли заметить, здесь есть один огромный иллюминатор, из которого можно наблюдать за волнами Балтийского моря. Так же, совсем забыл сказать, что здесь есть телевизор. Угу. Ну что ж, приступаем к изучению круиза. Длина этого судна чуть больше 210 метров. Мне даже интересно, за сколько я пройду от одного конца корабля до другого? Давайте узнаем. Мне понадобилось почти 2 минуты, чтобы преодолеть всю эту дистанцию. По пути мне не попалось ничего, кроме дверей кают. Но что если я скажу, что на этом корабле есть целых 10 палуб, на которых есть еще много чего интересного? Высота судна составляет 29 метров. Между палубами можно перемещаться либо по лестнице, либо на лифте. Поднявшись выше, уже можно встретить различные кафе, магазины и тому подобное. Где-то даже можно выйти на улицу. Здесь, конечно, сейчас ничего не видно, но скажу вам честно, там море. Сейчас я на седьмом этаже. И, по моему мнению, здесь это самый лучший этаж на корабле. Во-первых, здесь находится вот такой вот замечательный пианобар. Здесь играет замечательная музыка на пианину, уютные кресла и елочка с иллюминаторами. Немного пройдя дальше, мы увидим следующую зону кафе и ресторанов, за которой находится Гранд Буфет. Здесь проходят завтраки и ужины со шведским столом. С настоящим шведским столом. Поэтому давайте посмотрим, что же он из себя представляет. Салтетки чем-то похожи на лаваш. Вначале нас встречает столы с закусками. Здесь есть авокадо во фритюре, смутешоты и вот такой веганский бургер. А еще много салатов и поддельная черная икра. Главного блюда здесь столько, что я даже не перечислю. На детском столе, как всегда, фри картошка и жареные пельмени с сыром. Радует большое разнообразие соусов и то, что каждое блюдо подписано. Сладкого здесь не меньше, чем соленого. Пироги, пирожные, различные конфеты, шоколадный фонтан, свежие фрукты, мини-блинчики, мороженое. С напитками тоже все в порядке. Есть как прохладительные, так и кофе с чаем. Также хочется отметить атмосферу. Все помещение очень красиво украшено. Да и вообще украшено здесь все, даже сам буфет. После прекрасного ужина предлагаю взглянуть, что здесь дают на завтрак. Два стола занимают продукты для бутербродов, которые можно сделать из любого вида хлеба. Тостер также присутствует. На главное есть омлет, драники, бекон, сосиски, мини-блинчики. Еще тут есть хлопья, два вида йогурта и различные сухофрукты. Про десерт тоже не забыли. Из напитков тут большое разнообразие молока и все те же чай и кофе с соком. На последней, десятой палубе, находится солнечная терраса и бар. Но самое интересное я, конечно же, оставил под конец. На втором этаже находится, не поверите, Баня. Но я немного опоздал. Она работает до 9.30, а сейчас уже пол-одиннадцатого. Конечно, от такой возможности я не отказался. Стоит такая услуга 12 евро. Но каково же было мое удивление, когда я узнал, что здесь есть бассейн. А теперь значит, что следующее. Я сейчас находлюсь бассейн, который находится на параде, который сейчас плывет по Балтистому миру. Это прикольно. Ну а на главном экране показывается реклама. Забавно. Тут возникает вопрос, каким образом весь этот отель вообще передвигается. Всю эту махину приводит в движение 4 дизельных двигателя, общей мощностью в 43 тысячи лошадиных сил. Благодаря этому паром может достигать скорости до 45 километров в час. Однако ночному круизу такая спешка ни к чему, так что на протяжении всего пути он плывет со скоростью 30 километров в час. Вот мы и приплыли. Это Стокгольм. Столица Швеции, которая построена на 14 островах. Здесь, как и полагается, много красивых домов и районов. Это, кстати, район Жургорден. Неподалеку откуда находится крепость Кастеллет. Большинство районов являются островами, между которыми плавают корабли и проложены мосты. На острове Гамластан располагается стандартный старый город. Узкие улочки, где из каждого угла видна верхушка церкви, красивые здания и куча сувенирных магазинов с толпами туристов. На юго-восточной стороне Гамластана растет очень высокая елка, которую зимой красиво наряжают. Отсюда виднеется одно из самых главных зданий Стокгольма – Королевский дворец, возле которого можно наблюдать смену караула. В общем, живописный город, но поскольку я оказался здесь зимой, то есть не в самое лучшее время, выглядел он сероватым. Но таким Стокгольм был только снаружи. А вот под землей… Стокгольмский метрополитен, по сути, целая подземная галерея с сотней станций, наполненных уникальными росписями, мозаиками, скульптурами и арт-объектами. Так что сегодня я покажу вам некоторые станции, которые мне особенно приглянулись. И начнем мы с Т-Централен. Это центральная станция, где пересекаются все три ветки метро. На верхних уровнях я бы и не сказал, что оно чем-то примечательно, но спустившись пониже, Т-Централен предстает во всей своей красе. Невероятные серо-синие рисунки на стенах и потолке. Далее садимся в метро и доезжаем до Кунстре-Горда. И здесь прям очень атмосферно. Эта станция не похожа на станцию метро. Просто посмотрите. Ну это как пещера. Также здесь есть множество художественных произведений, почти все из которых рассказывают об истории района, расположенного над станцией. Покрашенный в зеленый цвет гранит выглядит очень прикольно. Но как бы здесь не было хорошо, нам следует двигаться дальше, ведь нас ждет. Сейчас я нахожусь на станции Солно-Центром. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Здесь преобладают два цвета – зеленый и красный. Зеленая часть символизирует лес, в то время как красная – солнечный закат за деревьями. Вы только взгляните на эти экспозиции. Ну а мы двигаемся далее и приезжаем на… Эта станция по названию немного схожа с Солно-Центром, но это Солно-Страт, и она категорически отличается от Солно-Центром. Вы просто посмотрите на эти кубики неба, проглядывающиеся сквозь гранитную стену. Они повсюду. Например, здесь, здесь, здесь. А еще здесь, здесь, здесь и тут. И это не все. Ведь даже здесь есть этот непонятный провалившийся подземлекубик с рисунком неба. Это произведение японского художника, который изобразил гармонию света и тьмы. Дальше у нас по плану Ротхусет. По моему мнению, это самая красивая станция метро, и давайте посмотрим тот самый выход, который очень часто мелькает на картинках Стогольского метро. К вашему вниманию, самая красивая станция метро, по моему мнению. После того, как я посмотрел свыше десятка станций, и сейчас я нахожусь на станции Тенста, меня не покидает чувство, что я как будто бы не в метро пришел, а в музей. Абсолютно бесплатные, разве что за проезд заплатить. Не в каждом музее встретишь наскальные рисунки, и не важно, что они не древние, главное, что красиво. Это, пожалуй, самая красочная станция, и ее название Стадиум. Все своды станции окрашены в голубой цвет, который, по задумке авторов, символизирует мир и свободу. На каждой остановке установлена карта общественного транспорта, так что давайте взглянем напоследок, что собой представляет вагон стокгольмского метрополитена. Метро здесь выглядит достаточно новым, все стулья такие свеженькие, есть много рекламы и много экранов, на которых видна полезная информация. К сожалению, проехать все станции у меня физически не получилось, так как попросту не было времени. Но такая возможность обязательно будет у вас, если приедете в этот замечательный город и увидите всю эту красоту своими глазами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова